Компенсировать оплату трудоработников и уплату арендных платежей по договорам аренды недвижимости. Такие меры обсуждаются для введения, чтобы помочь бизнесменам, которые понесли потери из-за ограничений по ковиду. Минэкономразвития Коми готовит обращение к Владимиру Уйбам по поддержке предприятий Общепита. Подробнее расскажет Дарья Влакжанина. Ковидные ограничения сильно ударили по бизнесу в Коми. Особенно по сфере общественного питания. После 11 вечера кафе, бары и рестораны вынуждены закрывать свои двери. Ночные заведения простаивают, а их владельцы бьют тревогу. Еще чуть-чуть и все, что строилось годами, рухнет. В центр «Мой бизнес Коми» поступают обращения от предприятий Общепита с просьбами о помощи. На открытый разговор с бизнес-сообществом вышла Эльмира Ахмеева. Я как министр экономического развития заинтересована в росте экономики, потому что сегодня, если вы не работаете, выручка снижается, соответственно, налогов также платится меньше, приходится кого-то сокращать и так далее. Это все понятно, соответственно, доходная часть также у нас не пополняется и развития нет. На сегодня из федерального бюджета выделено 8 миллиардов рублей на дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, попавших под ограничения. Размер безвозмездного гранта на выплату зарплаты и поддержку занятости для субъектов будет рассчитываться исходя из половины МРОД на каждого сотрудника за каждые две недели ограничений, но не более четырех недель в сумме. В дополнение к федеральным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых приостановлена, планируется предусмотреть и региональные меры поддержки. Это компенсация фактических расходов по двум направлениям. На оплату труда работников и на уплату арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества. Очень хорошо, что правительство услышало предпринимательское сообщество и уже приняты меры по какой-то компенсации этой ситуации. Я бы хотел несколько передать реакцию, поскольку нам уже дали оценки. Проект постановления по аренде. Там возник вопрос, потому что в качестве средней площади аренды в общепита взято 50 квадратных метров. Я разговаривал с несколькими рестораторами. На 50 квадратных метров общепит даже по санитарным нормам разместить практически невозможно. Эльмира Ахмеева дала поручение проработать вопрос с квадратурой по приведению ее в соответствии с реальностью. Но вопросы были не только у арендаторов, которые все время платили за пустующие помещения, но и у собственников. У нас помещение в собственность, но мы платим за это ипотеку. То есть мы в данном случае, в принципе, это та же самая аренда. Может это рассматриваться как приравненная к арене? Но за тот период ограничений, который я думаю, что мы тоже можем рассмотреть. Главный вопрос все еще остается открытым. Когда с общепита снимут все ковидные ограничения? Каким-то заведением комнаты общепита, в принципе, это не сильно, чтобы не мешает. Или, допустим, концепция их досуга, она как раз и связана до 11, до часу ночи. То есть, в принципе, они не теряют ничего, они работают. Допустим, наша концепция, ее невозможно переформатировать. То есть такой режим работы, который будет с 6 до 11. Потому что если, допустим, работать, то работать всем, тогда соблюдая какие-то ограничения. Но не вот так вот жестко. Допустим, нам пришлось вообще закрыться, и вот мы, допустим, мы сих пор не работаем. Потому что с 6 до часу, ну, это вообще не наше время. Мы только двери открываем в 10 вечера. Заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева сообщила. В ближайшее время с учетом предложений предпринимателей и после проработки вопроса она обратится к главе Коми Владимиру Уйба с предложением поддержать бизнес, попавший под ограничения. Дарья Волокжанина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрген.